Вебинария, посещенный продукцией компании Ялинк. Поставьте в чате плюс, если у меня хорошо слышно, или минус. В сегодняшнем вебинаре я вам расскажу про новинки в модельном ряду оборудования компании Ялинк, а также про особенности новой версии ПО для телефонов Ялинк, версии V73. Начнем с новых продуктов. На новых телефонах изменился внешний вид. Во-первых, появились двухцветные кнопки линий. Если раньше в моделях кнопки линий имели только один светодиод зеленый, то теперь имеется светодиод зеленый и красный, что позволяет экономить место по ширине, как телефона. И вообще телефон приобрел внешний вид четвертой линейки. Также инженер-производители улучшили качество голоса. На топовых моделях телефона это T29G и T27P. Он теперь стал Optima HD, не Full HD. И также про внешний вид. Цвет пластика стал не серым, а черным, что опять-таки его приближает к четвертой линейке. Трубка увеличена в размерах относительно T28 и T26. Из опыта работы некоторого на этих телефонах действительно трубка стала очень удобна в использовании. И топовые модели, это опять-таки T27 и T29, получили регулируемый уровень подставки. То есть два положения, 40 и 35 градусов имеют. Ну, та же, как на четвертой линейке. Вот. Перейдем к следующему слайду. Вот как теперь будет представлена линейка телефонов. Вторая. Бюджетная модель T19, T21, T23P и G, T27P, T29G. Ну и постепенно модели телефонов с более старой T22, T26, T28 будут сниматься. С производства T32 и T38 уже практически сняты и не производятся. Вот. Ну, тут остановиться особо не на чем. Ну, приступим к рассмотру топовой модели самого телефона второй линейки T29G. Обращаю внимание, что все новые телефоны, которые будут здесь представлены, они выходят с версии по V80. Ну, это, скажем, ничем они не отличаются от V73, но вот порядковый номер инженеры-производители сделали MV80. Телефон имеет цветной дисплей не-тач размером 4,3 дюйма и с разрешением 480 на 272. Ну, это экран от T46 телефона, аналогичный. Телефон будет иметь 16 тип аккаунтов с незнависимой настройки. Также зайду вперед. К сожалению, в презентации я не указал этого, но с выходом нового по V73, модели телефонов T48 и T46G, ну и вообще четвертая линейка, будет увеличено количество SIP аккаунтов с независимой настройкой. Ну, я это лучше в следующем разделе опишу. Телефон будет иметь 10 клавиш линий с двусветными светодиодами, как раз, что раньше не было. В сумме получается 27 программируемых кнопок на трех страницах экрана. Получается, что относительно T28 телефона, у которого справа было 10 кнопок, то и всего могли 16, к примеру, WLF кнопок настроить, то тут уже получается 27. Согласитесь, это более удобно. Наличие USB-порта позволяет подключить к нему USB-донгл для подключения Bluetooth-гарнитур. Вот. Поддержка технологии WATS, NG, AEC и прочих тут акцетировать внимание не особо. важен AutoProVision, поддержка PVE, что самое важное, одно из самых важных, скажем, он имеет гигабитные порты и наличие порта EXT, в котором можно подключить модулеры. Момент модуля расширения это EXP39, вот, но там некоторые есть нюансы. Инженер-производитель это исправлять. Модуль не подходит по высоте и на данный момент не подходит крепление. В будущем как раз это все исправится. В ближайших будущих будет, скорее всего, выпущена планка, которая позволяет прикрепить модуль расширения EXP39 к T29 и к 27. Ну, а в планах на будущее, скорее всего, будут выпущены новые модули расширения. Перейдем к следующему слайду. Это T27. Он имеет более маленький экран. Во-первых, он черно-белый, не цветной. Имеет размер 3,6 дюйма с разрешением 240 на 120, но с подсветкой. 6 тип аккаунтов с независимой настройки, 8 клавиш линий с двухцветными светодиодами, по 4 с левой и справа от экрана. Сумма получается 41 программируемая кнопка, ну, на трех страницах экрана. Также немаловажно имеет контекст зависимые DSS-кнопки. Это на экране телефона вы видите лейбл кнопок, что тоже немаловажно. Раньше в старых линейках этого не было. Это стало более удобным. Прошу прощения, мне подсказывают. Телефон T27P также поддерживает ПОЕ. Он не имеет гигабитных портов. Тут два порта 100 мегабитных. И также наличие EHS порта. Т.е. можно подключить модуль расширения. Достаточно давно анонсированный телефон T23P. Он уже в некоторых презентациях упоминался. Давайте еще раз про него я вам расскажу. он имеет небольшой экран с разрешением 132х64 и с подсветкой. Он аналогичен T22P как внешний. Он полностью соответствует, но он, во-первых, темнее и имеет кнопки двухцветные. и также контекстно-зависимые кнопки. На экране вы видите лейбл, что также достаточно удобно. Все остальное осталось то же самое. Три SIP-аккаунта с независимой настройкой, крепление на стену, поддержка ПОЕ, разъем для гарнитуры RG9 без изменений. Второй вариант T23-го телефона это с аббревиатурой Г. имеется ввиду, что он имеет гигабитные порты. Также весь основной функционал остается без изменений. Здесь на табличке представлены основные различия ближайших аналогов телефона T27P и T29G. Все это было описано, поэтому просто для наглядности здесь это все собрано в одну табличку. Перейдем к следующему слайду. Давайте, если у вас есть вопросы по телефонам, обычным стационарным, не аудиоконференцам, то я немножко подожду, если вы в чатике напишите. Так, сейчас вижу вопрос, скажите подробнее про... Игорь Павлов, расскажите подробнее про поддержку BLF, это подписка на событие. Нет, это не презент, это диалог. То есть, на BLF вы можете увидеть три светоиндикации. Это если кнопка горит красным и абонент занят, горит зеленым абонент свободен, если мигает красным, это абонента вызывают. Три события отрабатывает. Если нет вопросов, поставьте минус и приступим к следующему слайду. отрабатывает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он умеет записывать конференции или вызовы на USB-носитель. Это встроенная возможность. Докупать ее никак не... дополнительно не надо. То есть просто надо подключить флешку в USB-порт 2.0. И затем у вас уже есть возможность записывать разговоры. Наличие двух... имеет два порта для подключения внешних микрофонов. Ялинг CP-E80. Он будет рассмотрен на следующем слайде. Имеет три встроенных микрофона с рабочей дистанцией захвата голоса 3 метра. И зона покрытия 360 градусов. И эхоподавление с величиной джиттера до 320 миллисекунд. Ялинг CP-E80. Это как разкий внешний микрофон, который к нему можно подключить. Обращаю ваше внимание, что внешний микрофон в комплектацию с P-860 аудиоконференцией телефона не входит. Он докупается отдельно по одной штуке. На микрофоне звук формирования... Продолжение следует... Внешний микрофон в комплект поставки не входит и покупается по одной штуке. Еще раз повторюсь, он имеет звук с качеством Optima HD, с технологией Full Duplex. То, что вы видите сверху на нем, это тач-кнопка для отключения-включения микрофона. Там двухцветный светодиод стоит. Загореть зеленым можете... Голос передается, микрофон работает. Если горит красным после нажатия, микрофон выключен, звук не передается. Рабочая дистанция захвата у него также 3 метра. Только зона покрытия захвата или захвата голоса у него всего 60 градусов. Достаточно узко. Ялинг CP80 имеет порт аудио от 3,5 мм. Что позволяет к нему подключить или его подключить к мобильным устройствам, к телефонам, к смартфонам, либо, например, к компьютерам. Это что нам позволяет использовать Ялинг CP80 как конференцию без доступа к сети. Это, к примеру, если вы по скайпу или по другому СИП-клиенту софтфона собираете конференцию на компьютере или на телефоне, то в качестве микрофона или динамиков вам может выступать Ялинг CP80. Сейчас, Олег, закончу рассказать про уход и расскажу про внешний микрофон. Можно подключить Ялинг CP860 к компьютеру или к мобильному устройству и использовать его как устройство ввода-вывода с хорошим качеством. Также возможно подключение использования в конференции разных терминалов устройств. То есть у вас в конференции, к примеру, 4 СИП-терминала, с телефонами вы связаны. Также есть возможность подключить пятого участника через аудио-уход. Так, Олег спрашивает, возможно ли внешний микрофон подключить к другим телефонам, как гарнитуру. Ну, внешний микрофон только умеет звук передавать. Соответственно, если вы подключаете в телефоне в режим хендсент, то звук у вас даже возможно, что будет передаваться. А как принимать звук, на что его вводить не получится? Про Елену Чернышеву спрашивают, как усилить усилитель звука к VP530. Ну, VP530 есть только 3,5 мм выход. Не знаю, не тестировали, не смогу вам сказать. Алексей Пушкарев, вам сейчас Дмитрий Балашов ответит на ваш вопрос. Я предлагаю презентацию, дальше продолжите. Запись разговора, как раз таки. Ну, тут для маркетинга написано, что поддержка записи разговоров и их произведения значительно увеличивает гибкость аудиоконференции, а также ее эффективность. Ну, да, действительно, не все телефоны других вендоров поддерживают встроенную запись разговора. Вот. Наш телефонный аппарат это и умеет. Чтобы это сделать, вы совершаете звонок. На экране телефона у вас появится справа кнопочка «Далее». Ну, здесь в английском эквиваленте, в английском языке написано «Мо». И у вас появится кнопка «Старт» либо «Запись». Ну, здесь представлено «Старт-рекорд». И записывается. Чтобы остановить, также переходим далее по кнопочке «Мо» и нажимаем «Стоп». Вот. Потом через экранное меню можно прослушать то, что записалось, либо потом подключить эту флешку к компьютеру и через компьютер воспроизвести эту запись. Телефон имеет пятистороннюю конференцию, как сообщалось ранее. Здесь показан пример, как можно объединить. То есть, в конференции может существовать, как такой же аудиоконференц-телефон CP860, либо другого вендора, работающий по протоколу СИП. Какой-нибудь СИП-телефон стационарный, ВКС-системы, ну, или мобильный телефон с… или компьютером. На этом слайде показаны схематические, как работает захват голоса на CP860, когда он работает один. Тут у него захват 360 градусов на дистанции трех метров. Здесь показана схематично рабочая дистанция, например, с двумя внешними микрофонами с ПЕ-80. Ну, захват примерно в длине можно увеличить до пяти метров. По поводу комплектации, чтобы у клиентов не возникало вопроса, еще раз повторюсь, в комплект поставки входит, ну, в CP860 входит сам конференц-телефон, в CP860, адаптер питания с выходом на 2 ампера, ну, одна штука, аудиокабель 3,5 мм, Ethernet кабель, ну, или патч-корд, и руководство пользователя. Обращаю ваше внимание, что, еще раз, что микрофон, внешние микрофоны, они покупаются отдельно, по одной штуке. Комплект поставки, они не входят. Здесь представлена таблица сравнения с другими аудиоконференц-телефонами. С размером комнаты Ялинг-CP860 предназначен для малых и средних, ну, где-то до 16 человек. С рабочей дистанцией 3 метра, ну, примерно все имеют такую дистанцию, захват голоса, единственное, что отличаются от телефона поликома. Вот, встроены микрофоны 3, внешние микрофоны, возможно, подключить 2. Ну, с экраном у нас чуть меньше. По сравнению с телефонами поликом, но зато в телефонах есть запись разговоров, подключение мобильных устройств или компьютеров через 3,5-миллиметровых портов, всесторонняя конференция, ну, и адаптеры питания уходят в комплект. Ну, на дорожной карте показано, что планирует Ялинг выпустить в 2015 году. Во-первых, произойдет обновление Т-21 телефона. На данный момент Т-21 телефон... ... ...один из самых бюджетных, ну, в линейке Т-2, но он не имеет подсветки экрана контекстно-зависимых ДСС-кнопок. Ну, и вообще двухцветные кнопки не имеют. У него они одноцветные. Вот, и где-то, наверное, в конце, в середине апреля, ну, или в мае будет выпущена обновленная версия его. Будут как раз кидованы двухцветные кнопки справа от экрана. Они станут контекстно-зависимые. На экране телефона вы будете видеть лейблы этих кнопок. Вот. И самое главное, что на экране появится подсветка. Будет новый видеотелефон. Тут показано просто пример внешнего вида. Это не окончательный вариант. Пока, на самом деле, неизвестно, как он будет внешне выглядеть. Wi-Fi-адаптер появится для телефонов Т-48. Также, скорее всего, для Т-46G и, возможно, для Т-29. И сертификация телефонов Я-Link с системами Link. Так, сейчас посмотрю вопросы в чате. Если не отвечены. Поставьте, пожалуйста, в чат минус, если у вас нет вопросов. Или напишите. Если появились. Александр Пушкарев, есть ли поддержка USB гарнитур? Нет. У телефонов с USB. Нет. USB предназначен только для подключения модуля USB-донгл. В Т-40. Чтобы подключить Bluetooth гарнитуры. Сергей Ладан. Когда будет телефон на Android? Компания Я-Link достаточно давно хотела его выпустить. Но, скорее всего, в пятнадцатом году его точно ждать не стоит. Про шестнадцатый год сказать не могу. На самом деле, по нему информации мало. И создать телефон на Android, чтобы он через год продолжал хорошо работать, достаточно тяжело. Елена Чешанова, телефон из Wi-Fi, когда планирует к выпуску. Ну, именно телефон со встроенным Wi-Fi не будет. Будет специальный USB-донгл для него. Ну, который будет подключаться к телефонам, которые имеют USB-порт. Когда выпустят USB-донгл, Wi-Fi-адаптер для телефонов, ну, тогда и будет как выпуститься ООО, который будет поддерживать это. И начнется продажа Wi-Fi-ных модулей. Просто. Именно телефонов с Wi-Fi встроенным не будет. Ну, скорее всего, сделают, наверное, на Android телефон, если сделают. Павел Чмелев. То есть, видеоконференции не получится сделать. Ну, сейчас, может, предыдущие вопросы посмотрю от вас. Нет, камеры возможности подключить нету. Это аудиоконференция, телефон. У нас недавно вышла в системе VKS, представлена на нашем сайте. Ну, и там возможность подключения сторонних камер. К сожалению, нет возможности. На сайте у нас представлены как... К сожалению, нет возможности. Не забудьте. Нет. Не забудьте. Нет. 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 Продолжение следует... 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 После этого включения у вас появится в разделе «Статус» данный раздел, где вы можете следить за качеством голоса уже после установления соединения. Точнее, не после установления соединения, а после окончания разговора. Тут отображается время начала, время окончания. Если вы включаете данный функционал для отображения на экране телефона, то во время разговора у вас появляется подэкранная кнопка «Статус РТП». И там в реальном времени можно уже следить за качеством потери пакетов. Обычно это самый важный параметр в СИП. Еще один достаточно удобный функционал – это возможность сделать скриншоты с экрана телефона. Это работает при помощи Action UI сообщений. Соответственно, для того, чтобы это заработало, вы должны зайти в раздел «Функции контроля подключения» и прописать либо один IP-адрес, с которого будут поступать такие сообщения, либо прописать значение «any». То есть с любых IP-адресов принимать эти сообщения и их отрабатывать. Здесь на слайде показан пример ссылок, которые отрабатывает телефон. Первая ссылка после IP-адреса прописывается в Screen Capture. Это отображается скриншот с экрана телефона на вашем экране. Вторая ссылка позволяет скачать этот скриншот в формате JPEG, чтобы сразу, к примеру, не принтскрином, потом его не доставать, а сразу скачать на компьютер. И вторая ссылка – тоже просто скриншот сделать. Третья ссылка – это тоже просто скриншот сделать. И здесь показан пример с T28. Я делал скриншот в таком виде. Если это телефон с цветным экраном, то изображение будет цветным. Так я и делал с T28 телефона, а тут изображение черно-белое. Так. Прошу прощения. По поводу Multicast Paging. Данная настройка была и в предыдущих версиях. Она позволяла прописать в телефоне адреса, которые он прослушал на момент передачи РТП. Это удобно с указанием приоритета, чтобы первый адрес имел наивысший приоритет. Если, к примеру, в сети старший менеджер рассказывает младшим менеджерам, как, к примеру, надо работать. И у него приоритет стоит, ну, вторым. Второй IP-адрес. И в этот момент хочет директор сделать какое-то всеобщее объявление. У него IP-адрес, который он использует, находится на первом месте. У него выше приоритет. Соответственно, разговор, который ввел старший менеджер, его прервется, и все будут слышать то, что говорит директор. Если их телефон настроен на принятие, на прослушание адреса, через который вещает директор. Ну, эта функция была и в более старых версиях ПО, ну, тут стоит о ней не говорить. Потому что в следующий слайд позволяет нам, который как раз пейджинг-лист будет добавлен в версии V73, позволяет нам самим задать в настройках телефона по каким адресам, чтобы мы могли послать РТП-трафик по какому-то определенному адресу. Раньше этого не было. Раньше мы могли на DSS кнопку настроить один IP-адрес. Здесь мы можем заранее заполнить 10, чтобы, к примеру, директору, прописать первый адрес для всеобщего уведомления по каким-то вопросам, второй только для менеджеров, третий, для инженеров, ну, и чтобы градация была. На экране на DSS кнопках можно настроить функционал пейджинг-лист, при нажатии у вас выяснится список, по какому адресу нужно совершить вызов. Ну, как и мультикаст пейджинг-лист, так и здесь, возможно сказать, лейбл, ну, для удобства пользования. По поводу исправлений, ну, многие из вас, скорее всего, сталкивались с такой проблемой, что в версии по V72 на T28 телефоне был изменен шрифт, не кнопок, шрифт текста в самом телефоне. Он стал меньше. У многих пользователей возникли трудности в читаемости информации с экрана телефона. Так вот, в версии V73 мы вернули обычный размер шрифта, который был более старых версий в ПО. Ну, и здесь вот так же скриншотики поставлены, как будет выглядеть. Язык и размер шрифта в следующей версии ПО. По поводу локализации. Обращаю ваше внимание, что все модели телефонов Dialink поддерживают функции OpenVPN и RSDP, но в соответствии с законодательством Таможенного союза, в локализованном ПО, размещенном на сайте Appymatic, данные функции отсутствуют. Они не вырезаны. И в наших версиях ПО... Они отсутствуют, не используются. Вот пример. Слева у вас показана картинка локализованной версии ПО. Здесь нет вкладки, но насчет VPN. Справа нейтральная версия ПО, которая присутствует на сайте eolink.com. VPN вкладка есть. Соответственно, ни через конфигурационные файлы, ни через автопровижн VPN и RSDP включить не получится. Ну и на этом все. Если у вас есть вопросы, задавайте их в общем чате. Если нет, поставьте минус. Я благодарю вас за внимание, что дождались окончания вебинара. И все вопросы, которые у вас, или если вы сталкиваетесь с проблемами с телефоном eolink, вы можете написать на почту, которая указана на последнем сайте eolink.com. Ну и вопросы. Если у вас возникнут после вебинара, вижу от Павла вопрос. Можно ли получить ссылки на документы, которые запрещают использовать VPN? Ну, можем вам прислать. Ну, после вебинара, соответственно. Куда можно скачать вебинар? Александр, по-моему, сверху Дмитрий указывал ссылку в вебинар. Вы можете всегда скачать вебинар. Да, вот Дмитрий Большой прислал ссылку на нашем сайте в разделе «Поддержка вебинара». Черняктое время будет там выложен. Когда будут сняться производства Т-26, Т-28? Борис. По поводу, когда будут сняты, я вам к сожалению сейчас не могу подсказать. Мы вам, насколько я знаю, будет с текстовый документ по вопросам будет создаваться. Вот. И запишем этот вопрос. Ответим. Так, Михаил. Собираетесь ли вы производить оборудование для видеоконференции? Компания Ялинк тоже недавно мы анонсировали и вебинары проводили по VKS-системам. Там есть система, которая собирает 4-х точку с качеством 1080p и терминальное конечное устройство VKS. Предлагаю вам зайти на наш сайт и посмотреть. Также есть вебинары по этой продукции. Хотел бы включить больше информации по автопровизиону, роман. У нас есть инструкция на русском языке, к сожалению, на сайте, на нашем IP-матике нету. Есть на английском языке на сайте производителя. Либо вы можете... У нас есть, скажем, не релизный вариант инструкции по автопровизиону, ну, общие моменты. Вы можете написать на почту ялинк.саппорт, IP-матик.ру, и мы вам ее вышли. Как регулировать громкость микрофона у Т-21? Сергей. Громкость микрофона... У старой модели, к сожалению, никак нельзя регулировать громкость микрофона. Инженеры-производители говорили насчет этого, что выставили наилучшие параметры для работы, и, к сожалению, изменить их нельзя. Как можно отключить прямой вызов в ПАПИ на телефоне IolinkW52P, Сергей? В зависимости от версии ПО, по-моему, версии V73 через OpenInterface можно отключить поддержку прямых вызовов. Либо уже через конфигурационный файл. Если вы не нашли у себя веб-интерфейсе этого, то предлагаю обратиться на почте, по почте, которая указана на слайде. Также, Сергей, если у вас возникли проблемы, можете позвонить нам по телефону технической поддержке. Она у нас бесплатная. Всегда обсудим. Вопросы или проблемы, которые у вас возникли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...